Далее к местным новостям. Образованная нация, стремление к знаниям, трудолюбию и патриотизм. Такова тема традиционной августовской конференции педагогов области. Работники системы образования обсудили актуальные направления развития, внедрение современных методик обучения и в целом обеспечение качества услуг. Кроме того, в преддверии старта нового учебного года образовательные организации и педагоги были отмечены за высокие показатели в трудовой деятельности. Педагог с 30-летним стажем, опытный работник и руководитель в образовательной сфере. Сотни учеников воспитала директора Хромтаусской гимназии номер 2 Елена Юшкевич. Начинала свою педагогическую деятельность Елена Павловна в качестве учителя начальных классов. Долгие годы работала заместителем директора по воспитательной работе в одной из школ райцентра. А последние, без малого 20 лет, руководит второй Хромтаусской гимназией. За многолетний труд она была удостоена нагрудного знака «Почетный работник образования». Я хочу сказать, что профессия учителя это, наверное, самая благородная, самая востребованная, не в обиду будет другим сказано, профессия во все времена. И, наверное, в наше время были, каждый, наверное, так считает, самый лучший учитель, самый лучший первый учитель. Поэтому я выбрала учителя начальных классов, профессию, и выбрала профессию учителя. И вот уже 31 год я работаю в системе образования. Уже за эти годы работы как рядовым учителем, дальнейшим заучим, и сейчас уже директором, конечно, очень много ребят, которые не просто закончили школу со знаком «Алтенбельге» или «Оздок-Аттестатом». Это ребята, юноши и девушки, которые учились, во-первых, учились заради себя, для своего будущего. И сегодня они не только трудятся на просторах нашей республики, Казахстан, но и в ближнем, и далеко, даже в дальнем зарубежье. Это наша гордость. В общей сложности ведомственными наградами Министерства просвещения был отмечен 31 педагог. Кроме того, 25 работникам системы образования вручили благодарственные письма и премии Акима области. Ряд учреждений победили в конкурсе «Лучшие организации образования». Им вручили денежные сертификаты. Необходимо активизировать воспитательную работу в организациях образования, оперативно приступить к рассмотрению новых форматов работы, отдать приоритет учебно-воспитательной работе, основанной на передовых образцах, соответствующих современным тенденциям. Образование, не основанное на воспитании, не улучшает качество обучения. К сожалению, среди молодежи все больше суицидов, преступлений, правонарушений, насилия, шантажа, угроз, оскорблений друг друга. Воспитание учащихся – главная работа воспитателей и учителей. Не надо этого забывать. Добиться этого можно только благодаря четкой работе, проводимой на регулярной основе. Стержнем этой работы должны стать наши традиции и духовные ценности. Образование, воспитание, данное в детском саду, школе, напрямую влияет на будущее нашей страны. Мы все заинтересованы в этом. Я возлагаю на вас большую надежду в этом вопросе. Новости о насилии над детьми в детских садах стали все чаще появляться в средствах массовой информации. Такие факты недопустимы. Дети не должны подвергаться ни физическому, ни психологическому насилию. Поручаю Управлению образования принять этот вопрос к особому вниманию и держать на постоянном контроле. Даже не должны допускаться нарушения санитарно-гигиенических, противопожарных норм и норм питания. Как всем известно, традиционная августовская конференция – это не только возможность отметить педагогических работников в образовательной организации. Это прежде всего подведение итогов прошлого учебного года и обозначение планов на предстоящий. В частности, одним из актуальных вопросов является обеспечение школ собственным транспортом. Так, если в прошлом году было закуплено 18 школьных автобусов, то в текущем году уже 32. Одно из главных нововведений в сфере среднего образования – продление учебного года. По традиции, дети пойдут в школу 1 сентября. Завершится учебный год 31 мая. Предусмотрены ряд инициатив по совершенствованию инфраструктуры образовательных объектов. Сейчас строится 13 школ на 3650 мест. Таким способом мы сможем решить проблему двух трехсменных школ, трех ветхих, четырех учебных заведений, где совсем не хватает ученических мест, и вопрос с пятью адаптированными под школы зданиями. До 2025 года будет обновлена материальная техническая база 282 общеобразовательных объектов. Есть изменения в сфере деятельности дошкольных организаций, а именно повторное введение и лицензирование детских садов по поручению главы государства. В первую очередь это коснется новых учреждений, затем действующих. Решаются вопросы со строительством специализированных детских садов в новых жилых массивах. На основании распоряжения главы региона в жилом массиве Исетбатер запланировано возведение дошкольной организации для детей с особыми потребностями на 300 мест. В преддверии августовской конференции в регионе с 9 по 24 августа были проведены заседания 21 панельной сессии по 18 направлениям. В ходе итоговой конференции работники сферы образования поделились своими методиками и наработками. В частности обсуждались вопросы обеспечения качественного образования, академической самостоятельности, дуального обучения, подготовки специалистов и многое другое. Я считаю, что самый эффективный подход это коммуникативный подход, то есть это погружение учеников в среду именно изучаемого языка. Также я считаю, что самыми эффективными методиками и техниками преподавания это индуктивный метод обучения, также внедрение информационных технологий. Дети отлично это усваивают, потому что для них это все новое, все интересное, у них высокая мотивация изучения языка. Так как, получается, преподавание происходит не только в традиционной форме, а более где-то в игровой форме, где-то в виде концертов, каких-то выступлений, и это, соответственно, повышает интерес учащихся. К слову, всего 1 сентября по области свои двери распахнут 424 школы. За парты сядут в общей сложности 173 тысячи учеников. Кроме того, продолжат работу 577 дошкольных организаций. Николай Сырбов, Азамат Сауханов, Самат Каликенов, телеканал Актубе.